На первом расширенном заседании ученого совета Объединенного Самарского университета собралось больше 400 преподавателей. Традиционный отчет ректора именно в этот раз приобрел особую значимость. Официальный приказ об объединении двух вузов вышел в ноябре 2015 года и пошел новый отчет успехов и достижений, которых удалось добиться уже совместно. Евгений Шахматов подвел итоги прошедшего учебного года и рассказал о перспективах университета. Пришло подтверждение, что на 2016 год выделили 70 миллионов на начало строительства общежития нового и буквально завтра мы объявляем конкурс. И надеюсь, что нулевую сеть мы построим до конца этого года и уже в следующем году мы должны построить полностью общежитие за 14-м корпусом. В планах у Объединенного университета войти в топ-100 лучших вузов мира. И к этому есть все предпосылки. В этом году успешно прошел запуск самарского спутника АЭС-2Д. Налаживаются международные партнерские связи. Председатель попечительского совета Самарского университета Николай Меркушкин отметил, что на новый уровень самарские ученые выходят и по робототехнике. И в целом университету необходимо разрабатывать ноу-хау, благодаря которым о Самаре заговорят по всему миру. Нам надо было очень много этапов. Пройдя многих этапов, выйти сразу на такой уровень, когда мы могли бы с любыми компаниями не работать как минимум сидеть в оборудовании. Но это еще намного сложнее задачи. Но пока более или менее сложные задачи, может не 100% решать. Через несколько дней начинается новый учебный год и впереди новые олимпиады, конкурсы и научные конференции. Нет сомнений, что преподаватели такого высокого уровня продолжат готовить к ним студентов. Лучших представителей профессии наградили правительственными наградами и медалей Куйбышев «Запасная столица». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.